Девушки отдыхают Здравствуйте, уважаемые туркменистанцы! В сегодняшнем видео я бы хотел вам рассказать о одном незаконном бизнесе незаконного президента Туркменистана, мошенника Бердумхамедова. Я всегда задавал себе вопрос, почему эти диктаторы, неазвы Бердумхамедов, так зациклены на строительство новых объектов? Помпезных, дорогостоящих объектов? Почему, когда у нас в стране очень много проблем социальных, маленькие пенсии, маленькие пособия, безработица больше 70%, большие очереди за продуктами питания, очередь за получение заработанных денег, проблемы нашего общества, проблемы с образованием, коррупция в стране? Почему в это же время бизнес Бердумхамедова, строительство дорогостоящих объектов, продолжает процветать? Ни коронавирус, ни пандемия, ни тяжелая экономическая ситуация не могут помешать его бизнесу. Я себе задавал эти вопросы, и, наконец-то, я нашел ответ. Я бы хотел поделиться с вами с этим ответом. Начнем все по порядку. В Туркменистане за последние 30 лет строится много помпезных ненужных для нашего народа объектов. Весь смысл этого строительства, этих ненужных объектов, возможность официально своровать из бюджета нашей страны, а также из внебюджетных фондов Туркменистана, государственные средства в валюте, то есть доллар в США. Мы по сегодняшний день не знаем реально точную сумму потраченных государственных средств на все эти построенные объекты. Мы также не знаем, сколько государственных средств нашей страны находится на этих зарубежных счетах, так называемых внебюджетных фондов, доступ к которым имел только президент Туркменистана Ниазов и господин Жадан, а теперь Берд Мухаммедов. Ни Центральный банк Туркменистана, ни Министерство финансов Туркменистана не допускается к получению какой-либо информации об этих внебюджетных фондах. Все закричено, тщательно. Все средства находящихся на этих счетах сформировались за счет продажи наших природных ресурсов, нефти, нефтепродуктов и газа. Это значит, Берд Мухаммедов играет в одни ворота. То есть, эти средства вне учета. И он может их потратить как хочет. Так как эти народные средства не учитываются, не попадают в наш бюджет, они спокойно тратятся без ведома нашего народа на всякие ненужные проекты. Как мы говорили, даже Центральный банк не имеют сведения по операциям этих счетов. То есть, деньги проходят, как говорят в народе, мимо кассы. Все контролируется и управляется лично Берд Мухаммедовым и Жаданом. Эту схему воровства создал Ниязов вместе с Жаданом. Это отдельная криминальная история. К ней мы еще вернемся. То же самое продолжает делать Берд Мухаммедов. Когда мы придем к власти, мы обязательно разберемся с этими внебюджетными фондами. И стоимостью этих помпезов никому не нужных дорогостоящих объектов. Всеми произведенными затратами государственных средств. Все участники этих макинаций будут привлечены к ответственности. ДВТ сделает все, чтобы провести расследование деятельности этих фондов и криминального участия в этом. Президентов Туркменистана, мошенников Ниязова и Берд Мухаммедова. Вернемся к коррупционному бизнесу диктаторов Туркменистана. Представим себе масштабы воровства Ниязова и Берд Мухаммедова. Итак, за последние 30 лет было построено всяких ненужных объектов более чем на 120 миллиардов долларов США. Как вы знаете, как уже заведено в Туркменистане, вся архитектура столицы и весь строительный бизнес лично контролируются президентами. Так, из потраченных на строительство объектов за последние 30 лет было украдено свыше 80 миллиардов долларов США или приблизительно 60% от стоимости всех строящихся объектов. Вы спросите, каким образом? Все очень просто. С завышением стоимости строительства объектов более чем в три раза. Откаты, подкаты, взятки, совместный бизнес с Ахмед Чалыком, партнерство в его фирмах, долевое участие Берд Мухаммедова в его фирме и так далее. И это только доход от строительного бизнеса Берд Мухаммедова. Я даже не учитываю бизнес родственников Берд Мухаммедова. На вывозе товаров без таможенных уплат, без акцизных, неуплата налогов на добавленную стоимость, просто воровцы бюджета, рейки государственных организаций, отжим бизнеса в частном секторе и так далее, и так далее. Вы думаете, откуда у них деньги? Вы думаете, они зарабатывают, делают бизнес, как другие? Нет, просто воруют. Сегодня незаконный президент в Туркменистане мошенник Берд Мухаммедов не занимается управлением государством. Он занимается увеличением своих миллиардов и строительным бизнесом. Вы скажете, ну все же он что-то построил, вот город цветет и так далее. Да, он построил. На 40% выделено средств, а 60% он украл. То есть он сам не строил. Он просто выделял объекты, назначал соответствующую фирму, откуда он получит свой откат, а большинство объектов просто передавал Ахмед Чалыку, где он имеет долю в его бизнесе. Поймите правильно, ни Ниязов, ни Берд Мухаммедов ничего не строили. Они не ходили, не ездили на объектах ночью, днем, не делали планерки, не совещания с этими строителями или с архитекторами днем и ночью, не рассматривали всю ночь в кабинете министров строительства или граду строительства. Нет. Они просто распределяли деньги, воровали оттуда свою долю и распределяли объекты, кто должен строить. Все. То есть любой человек на их месте мог бы построить гораздо больше на 60%, то есть в три раза больше, плюс архитектурные достопримечательности, которые имеют какую-то архитектурную ценность, которые были бы полезны для нашего народа. Он бы строил объекты промышленного и социального значения. Школы, детсады, училища, техникумы, университеты, детские ясли, больницы, парки для отдыха, предприятия, которые будут приносить прибыль и возвратят эти деньги обратно. Нет. Его бизнес вводится к тому, распределить объекты, своровать оттуда деньги 60%, назначить свои фирмы, как подряд, и потом приехать, ленточку порезать и показать народу, вот, я же построил. А то, что 60% в Украину, уже другая история. Это бизнес города Мухаммедова. Если бы эти два президента были бы настоящими градостроителями и порядочными людьми, они бы построили на 120 миллиардов реальных денег объекты. А не объекты, стоимость которых были завышены в 3-4-5 раз. И чем помпезнее, чем дороже, тем лучше, потому что одним почерком можно собрать все. 60%, чем строить много мелких 2000 объектов. Их это даже не интересует. Все объекты в Туркменистане, которые вы видите, могли бы построены максимум за 40 миллиардов. Все остальные средства в размере 80 миллиардов были украдены этими двумя диктаторами. Ниазовым и Бердумхамедовым. Это значит, если мы жили в демократическом обществе, где народ контролировал каждый доллар, затраченный на строительство объектов, мы бы построили в 3 раза больше объектов. Мы бы построили на 120 миллиардов долларов строительных объектов. То есть, к тому, что сейчас вы видите и построено, мы бы еще, плюс к этому, не тратя ни одного дополнительного доллара, дополнительно построили бы в 5 велоятах на 80 миллиардов объектов. Или на 16 миллиардов для каждого велоята. Вы представляете объемы строительства, которые должны были бы быть, если бы не было воровство. И эти объекты были бы социального назначения, индустриального назначения, промышленного назначения. Наш народ сейчас не хотел бы, не попрошайничал. Потому что эти 80 миллиардов остались бы в стране. То есть, эти деньги были проинвестированы в объекты, на которых наши люди работали бы, платили бы социальные выплаты и налоги. И оттуда опять бюджет зарабатывал свои деньги. На заработанные деньги они покупали товары у бизнесменов. Бизнесмены получали бы прибыль. Оттуда налог на добавленную стоимость. И налог на прибыль опять поступал бы в государство. Эти бизнесмены завозили бы товары, платили бы таксы, пошлину таможнюю. Привезя товары, они бы складировали где-нибудь. Они бы использовали транспорт, чтобы перевезти эти товары. То есть, экономика бы крутилась. То есть, предприятия бы работали. Мы бы сейчас не были в таком плачевом состоянии. Вы представляете, сколько заводов и паблик, объектов социального назначения, мы могли бы построить в каждом вилайте. Мы бы могли направить вилайета 80 миллиардов долларов в США. Плюс к тому, что уже сегодня было построено в Туркминстане. Или раздать каждому гражданину Туркминстана по 16 тысяч долларов в США. Например, если средняя семья в Туркминстане состоит из 4 человек, то они могли бы получить от государства помощь в размере 64 тысячи долларов в США. Каждая семья смогла бы спокойно купить себе квартиру и одну автомашину. Эти деньги не были бы вывезены из оборота Туркминстана. Они бы продолжали работать внутри страны. Строительный коммерческий бизнес процветал бы. Конвертивность Моната была бы очень устойчивой. Бюджет получил бы дополнительные средства. Увеличились бы заработные платы бюджетных организаций, учителей, преподавателей, госслужащих. В общем, экономика Туркминстана усилилась бы. В течение года 60% этих средств возвратились бы в бюджет в виде акцизов. Налога на добавленную стоимость, налога на прибыль. Вернемся к мошеннику Бердмухамедову. К его строительному бизнесу. Если сказать кратко, его бизнес состоит из того, что Бердмухамедов и его окружение, они завышают в 3-4 раза стоимость строительных объектов, берут взятки, откаты, подкаты. И на этом существует целая система. Деньги оплачиваются с небюджетных фондов Туркминстана, которые находятся не на территории Туркминстана. И которые лично контролируются Бердмухамедом. То есть, природные ресурсы продаются, перешляется на внебюджетный фонд, который находится в Дойчбанке или в другом банке. Он выбирает строительные объекты, завышая цены. Оттуда финансируется, ему приносят откат, он откладывает. В большинство случаев эти объекты передаются Ахмед Чалугу, где он имеет долю, там они сосредотачиваются. И миллиардер показывает Туркминстану, приезжая реже ленточку, что вот эти деньги я освоил. Но на самом деле, это просто мошенничество. Это просто воровство государственных средств. И Бердмухамедов в первый год своего президентства должен был сесть в тюрьму. Он уже этим занимается 13 лет. Он занимался этим еще, будучи вице-премьером, министром здравоохранения. Но это другая история. Если вы видели недавно программу «Ватан», где Бердмухамедов летит на вертолете и рассматривает свои будущие строки. То есть, свой будущий бизнес. То есть, свои будущие миллиарды. Откуда, сколько он сворует. Когда он смотрит на объект, он смотрит так. Вот здесь можно, ну, влепить могущественный, большой, никому не нужный, помпезный объект. Самое главное, чтобы стоимость, ну, подороже была. В золоте там и так далее, и так далее. Это просто бизнес Бердмухамедова. Ничего личного. Незаконно избранного президента Туркменистана Бердмухамедова, конечно же, не интересует, что наш народ умирает от эпидемии коронавируса, которой в Туркменистане официально нет. Что народ не знает, как прокормить свою семью. Что из-за сложной эпидемиологической, экономической и социальной ситуации во многих регионах начались мародерства. Увеличилась безработица. Она перешла отметку 70%. Что часть нашего народа открыто лазит по мусоркам и ищет себе пропитание. Что нищета захватывает целые поселки. Что все мечтают и живут с одной лишь целью. Как побыстрее уехать от этого Бердмухамедовского рая. Во всех сферах деятельности государства, во всех сферах жизни коррупция процветает 100%. Наплевав на проблемы нашего народа, мошенник Бердмухамедов увлечен только так называемым зарабатыванием своих миллиардов на строительство ненужных объектов для нашего народа. Больше его ничего не интересует. Наш народ он воспринимает как своих рабов. А свой репрессивный орган в лице Министерства внутренних дел, полицейских сотрудников Министерства национальной безопасности, работников судов, прокуратуры, он воспринимает как своих собак для уничтожения непослушных рабов. Только за прошлый год, 2020, в Туркменистане он оплатил более 2,5 миллиарда долларов США за строительство объектов. Естественно, по завышенной цене. Кроме этого, он строит целый город в Аханском Виларете. Подарок для своего сына за 3,5 миллиарда долларов США. Естественно, там тоже одна и та же техника будет применяться. Завышение стоимости объектов для получения откатов и подкатов взяток. Это просто бизнес Бердума Хамедова. Уважаемые туркменистанцы, для чего я это вам все рассказываю? Чтобы вы реально могли себе представить масштабы мошенничества и воровство государственных средств диктаторами Ниазова и Бердума Хамедова. За 30 лет они построили объектов более чем на 120 миллиардов долларов. Из них 80 миллиардов они просто унесли из страны. Доказательством этого являются следующие примеры. Например, дети Ниазова. Дочка проживает в Англии, имеет на закрытых счетах миллиарды по всему миру, скупает недвижимость в Англии, Германии, Бельгии, Франции, Испании. Откуда у нее эти деньги? Она ни один день не работала, ни один день не ходила на работу, не занималась бизнесом, не брала кредиты, не брала риски. И же сын Ниазова, Мурат Ниазов. Этот человек ездит по Европе, играет в казино. Ездит из одного дома своего в другой дом по Европе. В Германии, Бельгии, во Франции, в Испании. Катается, играет в казино. Только за одну ночь в казино Испании он проиграл более 120 миллионов долларов. По личному указанию Ниазова, эти деньги были оплачены государством из внебюджетного фонда. И господин Мурат Ниазов был освобожден из-под сражи. То есть, за 24 часа господин Мурат Ниазов, сын великого Туркменбаши, истратил бюджет целого региона, например, Лебабского Вилоята. 120 миллионов долларов. Эти деньги, это оплата за природные ресурсы нашей страны, другими словами, народные деньги. Государственные деньги. Какое отношение имеет государство к убыткам сына Ниазова, Мурата Ниазова, в испанском казино? Никакое. Но так как Ниазов, как и Берду Мухаммедов, управляет лично закрытыми внебюджетными фондами, которые находятся вне бюджета, за пределами Туркменистана, мы даже не знаем об этом. Что они там делают, как они воруют. Мы даже не знаем, сколько денег там находится. Мы даже не знаем, куда они уходят. Дети Ниазова живут в Европе спокойно, шикуют. Им глубоко наплевать на катастрофическую ситуацию нашего народа в настоящее время. Они живут спокойно и шикарно только благодаря, что их папа, великий Туркменбаши, украл миллиарды в Туркменистане и просто им передал. Очень странно. Мы этого Туркменбаши воспринимаем как Туркменбаши. Похранили его в Мавзолее за то, что он украл миллиарды, за то, что он страну довел до диктаторского строгого режима. То есть весь Туркменистан превратился в тюрьму строгого режима. Это разве справедливо? Я считаю, нет. А как вы считаете, дорогие туркменбаши? То же самое творится с детьми Берда Мухаммедова и его племянниками, и родственниками. Его дети живут во Франции, в Германии, в Англии, в Бельгии. Они покупают недвижимость в Европе, тратят миллионы, шикуют, не заботятся ни о чем. Они также никогда в жизни не работали, не занимались бизнесом. У них статус – дети миллиардера, незаконного президента Туркменистана, мошенника Берда Мухаммедова. Все туркменские посольства этих европейских стран вместе с послами обсуждают только родственников Берда Мухаммедова. Исполняют любые их капризы. Поэтому, когда у простого народа какие-то проблемы возникают, замены паспорта или другие проблемы, связанные с нахождением их в Европе, туркменская посольство даже не отвечает на звонки. Просто не реагирует, не снимают с работы. За это им дают медали. И хвалят. И дают повышение. Если сделать маленькое резюме по бизнесу незаконного президента Туркменистана, мошенника Берда Мухаммедова, можно сказать, что его строительный бизнес – это только один из нескольких доходов. Что этот диктатор вообще не интересуется реальным тяжелым положением своего народа. Ему глубоко наплевать на свой народ. Ведь его народ не избрал. Он не спрашивал воли народа, когда остановился президентом. Его назначили два мошенника – Жадан и Храмов. Они вместе продолжают воровать государственные средства, используя разные контракты со многими фирмами. Поймите, Берда Мухаммедов нас приведет только в тупик. Этого героиного торчка, наркомана, не интересует ни развитие экономики нашего государства, ни улучшение условий нашего народа. Чем беднее и необразованнее народ, тем легче воровать и грабить государственные средства. И проще угнетать народ. Дорогие туркминистры, мы должны понять одну очень важную вещь. Эти два диктатора занимались только ограблением нашего народа. Они стали миллиардерами. Они никогда не заботились о нашем народе. То, что один из них сделал дешевый газ, воду и электроэнергию, это не для того, чтобы нам помочь. Это чтобы нам не дать большую зарплату и сделать так, чтобы мы не умирали. Чтобы нас усыпить. Чтобы мы закрыли глаза на все его преступления. Ниязов смог за 4 года своего начала правления уничтожить всю оппозицию, все политические партии, сильных хозяйственников, гражданского общества, активистов, режиссеров, поэтов, писателей, талантливых журналистов, всю интеллигенцию. Я вам скажу, ему это удалось. Бердум Хамедов за 13 лет не только стал миллиардером, он вообще загнобил наш народ. Наш народ безнадежно провалился в нищету. Он развалил экономику, всю социальную систему Туркменистана, всю систему образования, всю медицинско-страховую систему Туркменистана. Все развалил. Про хозяйственную отрасль я вообще не говорю. Он оттуда своими сокращениями привел страну не только к экономическому и социальному кризису, политическому кризису. Он привел страну к технологическому кризису. Вы представьте себе, разве за всю историю Туркменистана, во всем Туркменистане, два часа отсутствовала электроэнергия или нет? Такого не было. Это потому что нехватка специалистов. Это потому что идут большие сокращения и один специалист не успевает контролировать множество объектов или множество деталей или множество поручений. Он не может исполнять. Физически. И поэтому начинаете технологические катастрофы. Это только начало. С этим диктатором мы не придем никуда. Его бизнес. Это отдельно его бизнес. Он миллиардер. И он будет увеличивать свои миллиарды. Но мы как народ. Мы банкроты. Мы будем жить хуже и хуже. И все эти технологические катастрофы будут наваливаться на нас. Все эти природные катаклизмы будут наваливаться на нас. Потому что олигарх, незаконный президент Туркменистана, мошенник, миллиардер Берда Мухаммедов живет в другой сказке, в другой жизни. Он открывает золотые статуи своему коню, своей собаке в разгар эпидемии. Ну просто человек живет спокойно и расслабляется. Делает свой бизнес. Используя должность президента Туркменистана. Нам нужно остановить этот беспредел диктаторов. Нам нужно построить продвинутое, крутое демократическое общество. Очень сильно развитое демократическое государство. Где каждый человек спокойно жил, зарабатывал или получал достойную зарплату. Если не работает, получал достойные социальные выплаты и спокойно мог продолжать жить. Мы должны развивать Туркменистан очень быстро. Мы отстаем даже от наших соседей очень сильно. У нас нету много времени. Весь телевизионный мир идет большими темпами вперед. Нам надо построить новое государство. Где государство не для одного человека. Как говорится в программе Ватан. Где государство для всего народа. Я часто слышу от наших Туркменистан. Вот, это все бесполезно. У нас ничего не получится. Я ничего не решаю. Моя хата с краю. Вон кто хочет стать президентом, пускай приходит. Валит этого Берду Мухамедова. Становится президентом. Мне наплевать и так далее. Я отвечу на мнение этого человека. Активность даже одного человека может кардинально поменять ситуацию. Посмотрите на его Макса. Он смог поменять ситуацию в мире. Он смог за 20 лет обогнать Российскую Федерацию в космической промышленности. Он сделал невероятное. Один человек. Активность одного человека может кардинально ускорить смену этого режима. Активность даже одного всего лишь человека может дать мотивацию сотням другим людям. Активность одного человека может дать надежду тысячам. Далеко ходить не надо. Возьмите меня, например. Я борюсь против режима. Режим меня боится. Я даю надежду многим людям. Я не особенный. Я такой же, как вы. Есть другие активисты, которые дают тоже мотивацию другим людям. И дают большую надежду. Мы не одни. Благодаря этому ситуация с правами человека в Туркменистане и активностью граждан Туркменистана изменилась. Мы должны понять. Если мы встанем, будут изменения. Если мы будем валить на другого все, никогда не будет изменения. Если мы реально хотим изменения, мы должны встать. Нету другого пути. Режим сам не упадет. Он будет продолжаться из одной формы в другую. Из мягкой в жесткую. Из жесткой в чуть-чуть мягкую. Но он будет продолжаться. Подрастает его сын. Через два года он уже может стать президентом. В 2024 году у нас выборы. Поверьте, все будет избрано досрочно. Выборов не будет, как всегда. После этого у него подрастает внук. Который в 16 лет уже совершил преступление. Изнасиловал девушку. И эти люди будут управлять нашим государством. Вы можете только представить, что будет с нашими детьми. Как они будут издеваться с нашими потомками. Надо положить конец этому. Вставайте, дорогие турбинестанцы. Подключайтесь к любому движению, которое борется против диктатора. Выбирайте сами. Партию, движение, диссидентов, журналистов. Кого хотите. Но будьте активными. Это наша жизнь. Мы не должны свое отдать кому-то. Мы не должны свою страну отдать диктаторам. Мы должны показать, что мы есть, что мы живы. И что в наших сердцах бьется еще кровь. Спасибо за внимание. Вперед, турбинестан. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok